Толпы обезумевших поклонников Продолжать можно до бесконечности Говорят, есть у актеров поверье Если умирать на сцене или в кино, твоя собственная смерть будет преждевременной Есть кинофильмы и спектакли, сыгравшие в жизни актеров трагическую роль Последний фильм, в котором снялся всенародно любимый актер Андрей Миронов Человек с бульвара Капуцинов Аллы Суриковой Он, как известно, заканчивается тем, что герой Миронова уезжает из ковбойского поселения Отчаявшись сделать его обитатели лучше и добрее, чем они есть на самом деле Минутку Я прошу Я ни в коей мере не собирался оскорблять ваши чувства Финал картины стал пророческим для самого Миронова Через некоторое время во время гастролей Московского театра сатиры в Прибалтике Он умер так же, как и его герой Актер был слишком хорош для этого мира И точно так же, к сожалению, был не в состоянии сделать людей другими Доброе утро Для кого доброе? А для кого может быть и последнее, сэр? Актер и многолетний партнер Миронова на экране и сцене Анатолий Попанов умер, едва закончились съемки знаменитой картины Александра Прошкина «Холодное лето 53-го» «Об одном жалею Годы» «Как хочется пожить по-человечески» Его героя Копалыча, вступившего в неравный бой с амнистированными уголовниками Убивали в финале картины Вернувшись со съемок в Москву, актер решил принять холодный душ И сердце Анатолия Дмитриевича не выдержало Он умер 5 августа 1987 года А его роль в фильме озвучивал уже другой актер Часто умирал в кино актер и режиссер Леонид Быков Последним в жизни Леонида Федоровича стал фильм «Аты-баты шли солдаты», который он сам и поставил И где его герой, ефрейтер Святкин, погиб под гусеницами немецкого танка А через некоторое время эта ситуация практически повторилась в жизни Быкова Только вместо танка был асфальтоукладывающий каток Леонид Федорович врезался в него, уворачиваясь от столкновения с КамАЗом Версии в данном случае хватало Всерьез рассматривалась даже возможность самоубийства Но факт остается фактом Реальная смерть любимого многими актера была очень похожа на его киносмерть Виктор Цой снимался в кино только один раз В 1988 году в картине «Игла» он сыграл главную роль В финале его герой погибал А 15 августа 1990 года сам Виктор погиб в автокатастрофе в Прибалтике По официальной версии он заснул за рулем Знаменитый Верещагин из картины «Белое солнце пустыни» в финале фильма погибает Сыгравший его актер Павел Успекаев умер в апреле 1970 года Ему было всего 43 года И его смерть трагически совпала с выходом картины в прокат Актер Николай Годовиков, сыгравший роль Петрухи, погибает в картине от удара штыком в грудь Ровно через 7 лет эта ситуация повторится в жизни актера Осколком бутылки его ударил в грудь сосед по коммунальной квартире Рана была тяжелой, но, к счастью, актер остался жив Молодой актер Никита Михайловский прославился после того, как сыграл романа в популярной картине «Вам и не снилось» В финале герой Михайловского выпадает из окна И хоть в фильме сцены смерти не было, зрители понимали, что роман не выживет А через несколько лет Никита умрет от лейкемии Первыми гибнут обыкновенно самые лучшие, самые талантливые, самые яркие, самые сильные От невыносимости совместить эту свою исключительную яркость, личностную яркость С исключительным убожеством российской жизни Убожеством и тягостным идиотизмом, повторяющимся из поколения в поколение Столь же опасно играть роль сатаны во всех ее вариантах Во время репетиции спектакля «Мастер Маргарита» в театре имени Франко Умер актер Аркадий Гошинский А сыгравший Воланда вместо него Анатолий Хостякоев получил тяжелейшую травму ноги Всегда считалась опасная роль царя Ивана Грозного Известно, что в 1945 году знаменитый Мхатовец Хмелев Умер на сцене театра в гриме и костюме Ивана Грозного В 1992 году эта роль стала последней для Евгения Евстигнеева Он играл ее в сериале «Ермак» Роль Ивана Грозного едва не стоила жизни актеру Александру Михайлову Который в Малом театре играл царя в спектакле «Смерть Иоанна Грозного» Вероятно, предчувствуя что-то актер просил убрать из названия спектакля Слово «Смерть» Но его не послушали И в июне 1995 года у него внезапно горлом пошла кровь В институте Склифосовского актера буквально вернули с того света И в названии спектакля «Смерть» больше не фигурирует Трагическая оказалась роль Ивана Грозного и для Олега Борисова Он умер вскоре после того, как сыграл этого поистине проклятого царя В картине режиссера Алексея Салтыкова «Гроза над Русью» К тому же после этого актер еще успел сняться в дипломной картине своего сына Юрия А под сценарием ему надо было ни много ни мало лечь в гроб Что тоже считается у актеров плохой приметой Пришлось на съемках лежать в гробу и актеру Владимиру Тихонову Сыну Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой Это произошло в картине «Русское поле» Где герой Тихонова в мирное время погибал на военных учениях А через некоторое время погиб в автомобильной катастрофе и сам Владимир Актриса Наталья Варлей не только лежала в гробу Но и летала в нем на съемках картины «Ви» по повести Николая Васильевича Гоголя Тоже весьма непростого и опасного для воплощения на сцене и экране писателя После съемок актриса серьезно заболела По словам Варлей, ее спасло от более серьезных последствий только то Что она покаялась и получила в церкви прощение за эту роль Самое же странное и необъяснимое, что происходит в жизни знаменитых людей Это одиночество и забвение О трудностях пребывания в мире искусства говорят не часто Между тем, почему-то мало кто помнит, что почти все знаменитые артисты Бывшие в глазах общественности символами счастья и благополучия Надолго пропадали из поля зрения Им не давали ролей в театре, в кино На что же они тогда жили? Задавался ли кто-нибудь таким вопросом? Исчезали Владислав Дворжецкий и Леонид Быков Николай Рыбников и Людмила Целиковская Особый трагизм артистической жизни придает то, что пропажу актеров почти никто не замечает Такое ощущение, что они всегда с нами и что уж у них-то все хорошо На самом деле хорошо не у всех В жизни Сергей Филиппов был трагик В последней серии фильма «Двенадцать стульев», где он исполнял роль Киса Воробьянинова Актер сыграл самого себя, человека в конец отчаявшегося В жизни Сергей Филиппов вел поистине трагическое существование В свои семьдесят семь лет он, глубокий старик, живший одиноко, оказался забыт всеми Сергей Филиппов пролежал мертвым в своей квартире две недели Денег на погребение не было Киностудия «Ленфильм» отказалась хоронить артиста, так как он пенсионер Питерский актер Александр Демьяненко по копейке собирал на похороны деньги с актеров-пенсионеров И Филиппова, наконец, удалось похоронить на собранные средства Та же участь выпала прекрасному артисту Алексею Смирнову После триумфа в Гайдаевских фильмах он почему-то остался не у дел Соответственно, заработка у него тоже не было Когда Смирнов умер, выяснилось, что денег охороны взять негде Но глубокое одиночество не так страшно для человека, как забвение Смерть замечательного артиста Александра Кайдановского случилась вне театра и кино Он уже долго был в творческом простое То есть он-то находился на взбете творчества, сочинял сценарии фильмов, видел их Но он никому не был нужен, его идеями и планами никто не интересовался Александра хоронил небольшой круг его коллег, однокурсников Если бы не журналисты, которые написали десятки некрологов Смерть Кайдановского прошла бы незамеченной Сколько артистов, которых незаслуженно забыли, находили утешение в спиртном Петра Олейникова все реже звали сниматься А роли были все мельче Далекие отголоски былого золотого для актера времени конца 30-х, начала 40-х годов Олейников все больше пил Последнюю его роль в картине «Утоление жажды» зритель увидел уже после смерти актера Он не удостоился при жизни ни одной премии Артист, создавший неповторимые, обаятельные и жизнерадостные роли Умер в нищете и одиночестве По настоянию его друга, актера Бориса Андреева, Петра Олейникова похоронили на престижном в то время Новодевичьем кладбище На месте забронированном для актера орденоносца Бориса Андреева Как мы не ценим своих великих актеров, которые подчас были в долгих простоях Вот я снял такую картину «Все остается людям» с великим Черкасовым А он до этой картины не снимался пять лет Не было работы для Черкасова Обаятельная актриса Валентина Серова была легендой советского театра и кино Она была музой поэта Константина Симонова Он посвящал супруге лирические стихи, на которые затем композиторы сочиняли песни Их распевала вся страна Для любимой жены Константин Симонов написал киносценарий фильма «Жди меня» По сюжету Валентина Серова ждала бойца с фронта А в жизни она полюбила маршала Рокоссовского Все эти страсти и страдания надломили ее Валентина Серова стала петь Вот мы встречаемся с ней на улице Я говорю, здрасте Она говорила, здравствуйте, Анечка Я говорю, я Люда Касаткина Да-да-да, она говорит Вы правы, Анечка Вот до такой степени Это было очень страшно Больно за нее Еще не старая женщина, брошенная всеми, с кем ей стало не по пути в ее увлечении спиртным Умерла она одна в пустой обворованной квартире, из которой собутыльники вынесли все, что только можно было продать Душа актера – это очень тонкая организация Это как птица, которой необходим простор для полета Стоит ее в чем-то обделить, она сложит крылья Но самое ужасное, когда человек не выдерживает испытаний судьбы и решает распрощаться с этим миром Максим Горький точно выразил в драме на дне чувства отчаявшихся в жизни людей Судьба актера как нельзя верно описывает переживания когда-то востребованного лицедея Выразование – чепуха Главное – талант Вот я знал артиста Он читал роли по складам, но мог играть героев Так что театр трещал и шатался от восторга публики Бобанов, дай пидачу У меня всего три копеек Я говорю, талант, талант, вот что нужно герою А талант – это же вера в себя, в свои силы Вот ты дай мне пить так, я пойму, что ты талант У многих актеров судьба складывается так, что они остаются востребованы до последних дней В кино и театре нужны актеры, которые играют стариков Правда, не всем это под силу В основном в театр ходят на конкретных актеров И зрители могут простить, если их кумир забудет на сцене слова из роли Но порой руководители театров, чтобы не рисковать здоровьем ветеранов Гримируют под стариков молодых Так было в жизни Георгия Витцина Он переиграл массу пожилых людей, еще будучи неизвестным 70-летний старик из комедией Максим Перепелица на момент съемок был вдвое старше самого актера Однако Витцин с таким же успехом отматывал свой возраст и назад И с блеском играл, уже будучи пожилым, юнца, как это было в фильме «Жених до Бальзаминова» Где 47-летний актер сыграл молодого человека 20 лет от роду Звание народного артиста СССР Георгию Витцину было присвоено в 73 года Если учитывать, что Сергей Бондарчук стал народным в 32, а Михаил Ульянов в 42 года Можно смело сказать, что с присвоением звания Витцину власти явно задержались Ведь народнее Витцина трудно было представить себе артиста Ворох несчастья пережил рано ушедший из жизни артист кино Владимир Ивашов Запомнившийся всем по фильму «Баллада о солдате» У него было изнуряющее заболевание – язва желудка В 93-м году его по сокращению штата уволили из театра киноактера Народный артист, чтобы выжить, был вынужден пойти на стройку подсобным рабочим Спросите у взрослых артистов, как им непросто Они понимают, что они могли бы сделать что-нибудь более... Но они другого ничего не умеют И они уже отдали этому жизнь Во время разгрузки машины с шифером Владимиру стало плохо У него открылось желудочное кровотечение Машина скорой помощи доставила его в больницу Но сердце артиста не выдержало хирургического вторжения Владимир оставил вдовой актрису Светлану Светличную Осиротил двоих детей 11 июня машина Валентины Караваевой попала в аварию Знаменитая Машенька из одноименного фильма Юлия Райзмана чудом осталась жива Но самым страшным было то, что у нее было сильно изуродовано лицо В госпиталях вместе с ранеными бойцами актриса провела почти полгода Солдаты узнавали ее даже такой, с обритой нагло головой, с перебинтованным лицом, где видны были только глаза Но вот они-то и остались прежними Огромные, широко распахнутые глаза Машеньки Их нельзя было не узнать Валентина перенесла несколько операций на лице Вернуть ей прежний облик врачи так и не смогли Во всю щеку от уха до рта протянулся уродливый шрам, который перечипнул все ее мечты Из-за этой трагедии психика актрисы сильно надломилась Зрители подспудно бывают жестоки Если актера долго нет на экране, они забывают его В один момент восторженная критика становится зияющей пустотой В жизни есть горести, которая мало зависит от человека Артисты обычно вынуждены скрывать свою бедность После смерти народного артиста СССР Игоря Ильинского Его вдова не смогла наскрести ему на могильный камень Ей пришлось продать часть семейного имущества Обездоленного, не накопившего капиталов Леонида Филатова Поддерживал верный друг Леонид Ермольник Помогал деньгами Последние годы, шесть лет последних ему практически подарил Леонид Ермольник Потому что он взял на себя все немалые расходы По искусственной почке, которую делал его идеалис У него все время дома у него стояло И в общем тогда как-то с медициной было достаточно проблематично Собирали кто сколько может на похороны Владимира Дружникова На памятник Анатолию Попанову И сегодня с миру по нитке собирают деньги на лечение замечательного артиста Семена Фарады Актерская бедность поистине профессиональная напасть Почему-то в нашей стране всегда считалось, что актеры, как врачи и школьные учителя Должны получать мало Всех их несправедливо относили к непроизводительной сфере После того, как 1 января 92 года в России были отпущены цены Интеллигенция была ввергнута просто в нищенство Пенсия народного артиста СССР Николая Крючкова Отстала от магазинных цен настолько Что его друзья написали письмо министру социального обеспечения С просьбой спасти Крючкова Министр пошел навстречу, пенсию увеличили Но бедность не отступила, так как не падали цены Последние годы Борислав Брандуков жил на Украине Сначала в Киеве, потом по бедности ему пришлось перебраться в деревню За год до смерти о нем вспомнили украинские власти Оценили его заслуги в 93 гривны Это около 18 долларов Добавили к пенсии Да и саму пенсию немного увеличили Но это не помогло Актер был уже тяжело болен Борислав Брандуков умер, пережив три инсульта Сыграв 115 ролей в кино После 17 лет забвения, нищеты и болезни Театр и кино, пропагандирующие доброту, любовь к человеку Оказываются достаточно жестокие Когда наш мир покинул Андрей Миронов и Анатолий Попанов Труппа театра сатиры продолжала гастроли И на похороны не приехала Артистов хоронили немногие друзья Но не коллеги по сцене Трудно перечислить всех актеров Чья земная участь оказалась попросту жалкой Обидно другое Зрители быстро забывают актеров Которые доставляли им наслаждение Своим высоким искусством Я думаю, что их не забывают Не надо ничего делать Они остаются все равно А те люди, которые не помнят Значит, наверное, они не достойны его помнить А те, кто достоин Тот его помнит и никогда не забудет В одной пьесе сказано Что актеры умирают раньше своей естественной смерти От ненужности Они умирают тогда Когда их забывают От ненужности